Смотрите, Россия страна сложная и несмотря на то, что у нас федерация недоразвитая, а с моей точки зрения Путин и Медведев являются скорее унионистами, чем федеративными политиками, тем не менее в России существует президентская республика. Михаил Ходорковский, вынужден вернуться к этой фамилии, говорит о том, что это для России неправильно, нужна парламентская республика. Вам кажется, что управлять такой страной нужно каким инструментом? Я тоже считаю, что скорее России подходит парламентская республика. В чистом виде очень мало стран, которые либо парламентские, либо президентские. Понятно, что это будет какая-то смешанная система. Мне кажется, как раз принципиально важен вопрос федерации или унитарного государства фактически. Вы совершенно верно сказали, что мы можем сколько угодно в Конституции написать, что у нас федерация, у нас унитарная страна, где все управляется из Москвы, все налоги из регионов вытаскиваются в Москву. Может быть, счастье, хороший президент, белый рыцарь на белом или черном коне, неважно, на каком-то коне мы обсуждали, я не помню. Вот он вводит такой просвещенный монарх. Может быть, для России это хорошо? Для России это плохо, потому что сейчас у нас есть монарх, который декларирует, что он просвещенный. Без конца повторяет вот эту вот любимую историческую фразу, что в России главный европейец это государство. Но на самом деле он не является никаким государством. Он является все равно в первую очередь монархом. И то, что мы видим сейчас, вся эта война с Украиной, и все эти глупейшие законы, и странные вещи, которые происходят, они происходят потому, что он хочет остаться монархом. Вот здесь как раз мое абсолютное убеждение. Я не верю во все эти разговоры, что, значит, Путин перестал думать о деньгах, а думает о что-то великом, о восстановлении Советского Союза и так далее. Это все ерунда. Все это происходит исключительно потому, что Путин хочет остаться у власти и хочет свою власть цементировать. Он-то как раз Горбачева помнит очень хорошо. И он понимает отлично, что любые политические поблажки и шажки приведут к тому, что от его власти ничего не останется. Поэтому, вроде бы, несмотря на высокие рейтинги, нас все равно на выборы никого не пускают. Ну так вот, отвечая на ваш вопрос про форму правления, очень важна реальная децентрализация. Это важнейшее положение моей программы, программы Партии Прогресса, о том, что власть нужно отдать там, где люди живут, в города в первую очередь. Я как раз считаю, что не губернаторам, этим жуликам нужно власть отдавать, а мэрам городов, чтобы вся власть... А если губернаторы будут не жулики? Если президент будет хороший, правильный и вести правильную форму, губернатор будет не жулик. Они не могут в этой системе быть не жуликами. Потому что хороший для Путина губернатор не может быть коррупционером. Хороший губернатор должен быстро обтяпывать разные делишки. А чтобы обтяпывать разные делишки, он должен быть коррупционером. Вот Лужков, он был эффективным мэром, он все строил, делал, фабриковал выборы и так далее. Но это все было построено на чем? На деньгах. Для Навального хорошая губернатор это... Для Навального хорошая система, при которой власть принадлежит мэрам городов, которые избираются прямым голосованием. Когда люди самостоятельно решают все проблемы местного значения. Начиная от участкового и заканчивая тем, как у них будет устроена школа, какой будет учебник, на каком языке кого учить и так далее. Это все должны выбирать люди на местах. Они же там живут. И в этом смысле смехотворная ситуация, при которой из Москвы решается вопрос, что там нужно строить где-то в Казани. Или какие учебники должны быть в Челябинске, в Чебоксарах. Как там улицы подметать? Такая система не работает, и мы видим, что она не работает. Никита Белой плохой губернатор. Я сказал, что в этой системе власти любой губернатор будет плохим для меня с политической точки зрения. Что такое губернатор сейчас? Это вообще какая-то фикция. Это человек, который просто берет федеральные деньги, распределяет их бюджетникам. Вот и все. Губернатору помимо этого дается одна задача. Чтобы у тебя на территории не было митингов. Вот и все. Вот кто-то ее выполняет, а кто-то ее не выполняет. Его за это гонят. Алексей Анатольевич, вы можете представить, что вы станете президентом при еще живом Путине? Почему нет? Что должно случиться? Много чего может случиться. Что должно случиться? Путин может осознать и понять, что он ведет страну к катастрофе. И что, решая задачу укрепления собственной власти, он лишает Россию будущего. И лишает будущего наших детей. Поэтому я вполне верю, что, скажем так, вероятность этого не сильно велика. Произойдет какое-то озарение, и он осознает этого. Возможно, он будет вынужден осознать это под давлением каких-то обстоятельств. Горбачев был генсеком. При его жизни сменилась власть. И все вот эти ближневосточные президенты-монархи, они до сих пор живы. Ну, кроме Каддафи. И Янукович жив. Тем не менее, власть сменилась. Поэтому много чего может произойти таким образом, что я или кто-то другой, скажем так, власть поделится своей властью, а Путин останется жив. Крым наш. Или ваш. Крым тех людей, которые живут в Крыму. И вопрос принадлежит... Вы не уйдете от ответа, поэтому Крым наш. Что значит? Крым российский. Крым, конечно, сейчас де-факто принадлежит России. Вы считаете, что... Я считаю, что несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, тем не менее, реалии таковы, что Крым сейчас является частью Российской Федерации. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. Вот в этом, извините, в этом смысле вопрос был, помнишь, замечательно. Если вы станете президентом, вы попробуете вернуть Крым в Украину? Крым, это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращаться. Оказалось, что да. Вот я не считаю. С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный. И как решат люди, так оно и будет. Я думаю, что результаты этого референдума мы все примерно предполагаем, какие могут быть. Вот как решат, так решат. И я думаю, что на самом деле это для Украины, несмотря на обиду, которую они чувствуют и так далее, это плюс, это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их антикоррупционной революции, не принимает желание идти в Европу, ушел от них. У них, они лишились двух миллионов избирателей, которые тормозили это движение. Поэтому это такая, с одной стороны, вин-вин ситуация, где все выигрыши. Но, конечно, в политике это долгое время будет мешать и нам, и Украине, и Европе. И, к сожалению, Крым обречен быть тем, что-то типа северного Кипра, турецкого. Сейчас это непонятная территория, которая де-факто понятна, кому принадлежит, но никем не признается. По поводу народа, русские и украинцы, это один народ? Толкайте меня на международный скандал. Я толкаю вас на правду. Вот смотрите, мое мнение, как человек, который провел большое количество времени на Украине, и родственники и так далее, я вообще не вижу разницы между Россией с русскими и украинцами. То есть для меня вообще никакой разницы, одни и те же люди. Я думаю, что такая точка зрения вызовет какое-то чудовищное возмущение на Украине, для которых принципиальным образом догадают, что мы именно разные народы. Я не вижу разницы между русскими и украинцами, вообще никакой. Как нам выпалости из этого пиратского кризиса с Украиной? Нужно перестать спонсировать войну. Мы все отлично понимаем, что боевые действия, которые идут на юго-востоке Украины, они не имели никаких предпосылок. И не имеют предпосылок, они происходят исключительно потому, что для нынешнего руководства России это принципиальный момент торпедировать украинскую государственность. Торпедировать реформы и продемонстрировать всем, что та антикриминальная революция, которая на Украине произошла, она будет неуспешна, она приведет к тому, что государство разрушится. Это важнейшая задача, в том числе лично Владимира Путина. На примере Грузии, кстати говоря, мы видим, что он готов потратить годы на то, чтобы полномерно заниматься, там вот он занимался свержением Саакашвили и приведением власти тех людей, которые будут Саакашвили преследовать. Я думаю, что, к сожалению, Россия потратит большие ресурсы на то, чтобы Украина провалилась и правительство Украины и Порошенко провалились во всех смыслах. Для того, чтобы все наладить, не нужно этого делать, а нужно осознать простую вещь. России выгодно с точки зрения экономической и политической, чтобы Украина была нормальная, процветающая, богатая государство. Это просто базы экономики. Если у них все будет хорошо и нам от этого немножко лучше, нужно отпустить их, пусть делают, что хотят. Я тогда буду опираться на то, что вы не видите разницу между русскими и украинцами, но как один народ, как спросила Леся, может, должно быть одно государство, и тогда, может быть, исторически все это преследование Крыма. Неловкий, неумелый вход в Донбасс, но, тем не менее, тренд таков, чтобы это было одно государство. И это нормально было уже разделенное государство Германии на ФРГ и ГДР. Вот это сейчас разделенное государство одного народа. Я сейчас пытаюсь сконструировать то, что может быть Думу Владимирович. Я считаю, что это естественный процесс. То есть, интеграция – это естественный процесс. Но нельзя сейчас просто присоединить себе Украину, заодно Белоруссию, Прибалтику и Казахстан. Это просто не получится. Это нереально, это утопия, это бред. Я бы сказал, что год назад и про Крым бы сказали бред. Европейский Союз – это одно государство, и да, и нет. С одной стороны, для них, просто для населения, есть принципиальные вещи. Сел в машину, поехал, на никакой границе даже вообще не увидел. С другой стороны, у каждого свой язык, каждый надел свои национальные костюмы и пляшет свой народный танец. И то же самое должно произойти с Россией и Украиной. Ну, вот вы говорили о Крыме. Я смотрел опрос, который очень грамотный, который сделал ФБК. Я редко хвалю ФБК. Но опросы там действительно надо признать. Да, будете делать лучше чаще, будем хвалить чаще. Так вот, там же, смотрите, 56% – это опрос ФБК за то, чтобы ввести войска на Украину. Я просто напомню, это цифры. Это было достаточно давнее. Да, но по Украине. 85% поддерживали входить в Крыму. Вот эти 85% подтвердил ФБК. Мы сейчас видим даже больше. По последним опросам мы видим по-прежнему, что 88-90% вполне поддерживают. Я думаю, что если спросили бы, хотите ли вы, чтобы русские украинцы жили в едином государстве, вот интересно, как бы ответили на Украине и в России, как бы вы ответили. То, как отвечают на Украине, мы знаем. Потому что мы провели опрос, по крайней мере, Харьковская, Одесская область. Мы видим, что там даже те люди, которые и дома, и на работе используют русский язык, которые русскоязычные и, видимо, русские, они не хотят жить в России. Это факт, установлен нашим вопросом. В России, очевидно, люди хотят жить в одном большом едином государстве. И здесь есть и просто какое-то такое имперское осознание русских. И, в принципе, желание, чтобы страна была одной, большой. И ностальгии по СССР и так далее. Я считаю, что, конечно, мы должны идти в сторону интеграции. Но интеграция и поглощение – это разные вещи. Украина – это большая страна. В России 140 миллионов населения. Но на Украине тоже 40. У нас просто очень многие думают, что Россия, она гигантская, а все остальные очень маленькие. Может быть, про Эстонию можно считать, что она маленькая. Но про Украину-то точно нельзя считать, что она маленькая. Это крупнейшее европейское государство. Поэтому, самое главное, зачем нам вводить какие-то танки? И прекрасно мы будем жить с украинцами. Если у нас граница будет просто как нарисованная на бумаге, но фактически ее не будет. У них будет свое правительство, у нас свое. И мы будем осуществлять свои нормальные человеческие, культурные, экономические связи без барьеров. А как вы думаете, Алексей Анатольевич, чем был мотивирован президент, когда начал эту украинскую кампанию? Ну, по Крыму понятно, разделим, да? А вот чем он мог быть мотивирован, когда он начал кампанию в Донбассе и поддерживал? Ну, как я уже сказал, для него принципиально важен крах украинской государственности. Потому что на Украине случилось худшее с точки зрения Путина. Там восставшие люди свергли коррумпированный режим именно в основном под лозунгами коррупции. Да, там было то, что раздувается в России, какая-то часть именно национально-освободительные элементы и так далее. Но в основном это была в чистом виде антикоррупционная революция, потому что в Киеве никто не говорит на украинском языке. Тем не менее, киевляне были движущие силы этой революции. Для Путина это ужасно. Восставшие массы прогнали жуликов. И он хочет показать, что после этого будет гражданская война и все развалится. Потому что пример для России, для российского населения, это давало бы очень и очень плохой. Он мог, может быть, на каком-то этапе стерпеть, что в Грузию приводили все в пример успешные антикоррупционные реформы Саакашвили. Но такой же успех украинской государственности, экономический рост, эффективная борьба с коррупцией для Путина, это, конечно, самое ужасное, что только может произойти.